Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. В стране от коронавируса выздоровели 71 510 пациентов. Последние данные Минздрава, сколько заболевших. В нашем доме рады всем. Завтра в Бобруйске пройдет детский праздник. Что в программе? Национальный орнамент и качество по мировым стандартам представили новую форму сборной страны по футболу. Как изменился дизайн? А также проверка госконтроля, обратная связь и выше климатической нормы. Что ждать от погоды в первые осенние выходные? В стране от коронавируса выздоровели 71 510 пациентов. Зафиксировано без малого 72 500 человек с положительным результатом на COVID-19. Лаборатории провели свыше 1 564 000 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Между тем, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии рекомендует соблюдать меры профилактики распространения инфекций во всех школьных столовых. Ежедневно измерять температуру работникам пищеблоков, заносить сведения в журнал здоровья, детям и сотрудникам на дежурстве предоставлять защитные маски и перчатки. Администрации учреждений составить скользящий график питания классов, чтобы максимально разделить потоки. Столы расставить на расстоянии в полтора метра, учащихся рассаживать в метре друг от друга. Рекомендуется также проводить дополнительные уборки помещений, проветривать и дезинфицировать их. Заболевших сразу изолировать от остальных. Завышение цен, приостановка кредитования и добро пожаловаться в Беларуси создадут механизм обратной связи со службой 115. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Комитет госконтроля области выявил завышенные цены на детское питание в крупной торговой сети. Стоимость отдельных товаров превышала установленные законодательством предельные размеры в некоторых случаях сразу в 8 раз. В каждом втором из проверенных магазинов также пресекли продажу социально значимых товаров по необоснованно завышенным ценам. Выявленные нарушения устранены, виновные привлечены к ответственности. Белинвестбанк приостанавливает выдачу кредитов физлицам. Это касается займов на приобретение нового и бывшего в эксплуатации автомобиля краткосрочного овердрафта. Ранее аналогичные меры приняли и другие банки. В Беларуси создадут механизм обратной связи со службой 115. Главная задача выполнить все поступившие от граждан заявки. Для этого ужесточат контроль за качеством и сроками оказываемых услуг. Заявку сможет закрыть самообратившийся по телефону через мобильное приложение или поставив подпись в акте у исполнителя. В стране завершилась массовая уборочная зерновых. Каравай 2020 весит 7,9 миллионов тонн. Аграрии столичного региона готовятся покорить планку в 2 миллиона тонн. Такого урожая здесь не видели целых 8 лет. Заслуга трудящихся Могилевской области – 1 миллион 80 тысяч тонн зерна. Белавия продлила приостановку рейсов во все города России до 30 сентября. Самолеты не поднимутся в воздух в связи с отсутствием разрешения со стороны восточного соседа из-за эпидемиологической ситуации. Кроме того, продлина приостановка рейсов в Ригу, Ларнаку, Ашхабад и во все пункты Грузии. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением? Наболевшие проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруськ 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В нашем доме рады всем. Завтра в Бобруське пройдет детский праздник. Площадки развернутся на четырех локациях. Зрители ждут в Центре доп. образования детей и молодежи на социалистической. Свои таланты продемонстрируют и воспитанники Центра досуга и творчества на Куйбышево. В Ленинском районе выступления пройдут на Песчаном. 22 жителей Первомайского района ждут в Молодежном парке. Развлекательные программы стартуют в полдень и продлятся около трех часов. Национальные орнаменты качества, соответствующие мировым стандартам, сборная Беларуси по футболу будет выступать в новой форме. Презентация комплектов игрового гардероба прошла на стадионе Динамо. Новинки представили капитан мужской сборной Александр Мартынович и капитан женской команды Анна Козюпа. Белый вариант для домашних матчей. В красном игроки будут выступать в гостях. Модели разработаны итальянскими дизайнерами. Обновки спортсмена мужской сборной наденут в ближайших матчах Лиги наций. Поединок Беларусь-Албания пройдет 4 сентября. Красиво, мне кажется. Нравится на всем визуально. Посмотрим, как тактильные ощущения после футбола. Защитники Белшины Даниил Нечаев и Владислав Солонович вошли в национальную молодежную сборную по футболу. Сформированная команда сыграет в матчах квалификации чемпионата Европы УЕФА-2021. Сегодня белорусы встретились с соперниками из Нидерландов на стадионе Торпедо в Жодино. 8 сентября нашей сборной предстоит выездной матч против португальских спортсменов. Игра пройдет в Лиссабоне. По решению УЕФА все матчи под эгидой организации проходят без зрителей. Конец рабочей недели порадовал бы бручан ясной и теплой погодой. Столбики термометров показывали плюс 22. К вечеру немного похолодало. Надолго ли тренд? Мария Бушкевич. Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и днем по западу страны возможные осадки. Местами прогремят грозы. Температура воздуха плюс 7 ночью, плюс 25 днем. В воскресенье дождливая погода сохранится, но на этот раз затронет центральные и западные районы. В темное время суток столбик термометра покажет 10 со знаком плюс, днем до 26 градусов тепла. В ближайшие дни уровень воды на большинстве рек страны упадет. Изменения коснутся таких голубых артерий, как Неман, Днепр, Сож и Березина. Возле нашего города и Светлогорска. Для работы водного транспорта не самое благоприятное условие. Тайфун Майсак обрушился на Южную Корею. Проливные дожди и мощные ветра с порывами до 47 метров в секунду накрыли полуостров. В результате поваленные деревья 120 тысяч семей остались без электричества. Известно о двух жертвах. Кроме того, в Восточно-Китайском море перевернулся корабль. На борту находились 43 члена экипажа. Подробности катастрофы уточняются. Тайфун в Японию принес небывалую для сентября жару. Впервые за всю историю температура достигла отметки в плюс 40 градусов. Природное явление спровоцировало образование сухих горячих потоков воздуха. Местные жители опасаются массовых тепловых ударов. В субботу в Бобруйске будет ясная сухая погода. Временами солнце спрячется за облака. Слабый ветер будет дуть с южного направления. Температура днем составит плюс 23, ночью до 11 градусов тепла. В воскресенье небо расплачется. Возможно, гроза. Порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. В светлое время суток воздух прогреется до 24 со знаком «плюс». С наступлением темноты шкала термометра покажет 13 выше ноля. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!